В нашей стране эта тема также сопровождается часто недопониманием, шутками и опять-таки просто потому что путается комплимент да и нежелательный комплимент дело в том что когда люди работают в офисе понятно очень много и эмоций мы все живые люди нам хочется что-то сказать друг другу сделать приятное и в комплиментах нет ничего плохого но комплименты могут быть разные например ты сегодня хорошо выглядишь или у тебя красивая грудь как вы понимаете что второй комплимент для условий офиса ну не очень уже приемлемое явление второй важный момент это от кого женщина хочет услышать комплимент а от кого нет и навязчивые комплименты от нежелательного ухажера до человека который пытается добиться ее внимание это уже само по себе неприятно но сексуальное домогательство на работе это не просто комплименты и это к сожалению часто не ограничивается просто словесными домогательствами если человек который начинает проявлять таким образом себя по отношению к сотруднице обладает какой-то властью то вот здесь мы попадаем ситуацию вернее женщина попадает в ситуацию зависимости фактически как и в семейном насилии как и в сексуальном насилии здесь речь идет о власти и контроле человек показывает свою власть над сотрудницей и вот в моей практике был случай когда женщина долго сопротивлялась домогательством начальника и в конце концов ушла с работы она потеряла работу и в результате она рассказала об этом мужу так вот муж я не поверил именно потому что он тоже был уверен что женщины провоцируют это поведение для того чтобы женщины чувствовали себя безопасно и комфортно на работе очень важно чтобы ну правило поведения правило профессионального поведения соблюдались очень четко и например когда женщина нанимается на работу чтобы оценивалась ее резюме ее профессиональные качества они внешние данные поскольку это потом может и послужить таким поводом для того чтобы присутствовало сексуальное домогательство по закону сексуальное домогательство может рассматриваться в рамках превышения служебного положения но эта проблема гораздо более глубокая это именно проблема понимания что женщина является сотрудницей фирме да или там в организации и у нее есть определенные права и определенные обязанности прописанные контрактом и именно это должно являться рамками поведения для начальника и для других сотрудников в компании сложность понимания проблемы сексуального домогательства на работе состоит еще и в том что сексуальная энергия так или иначе присутствует нашем каждодневном общении и это на бессознательном уровне либо мы выбираем да с кем мы хотим флиртовать с кем мы не хотим когда же речь идет о сексуальном домогательстве то так же как и в ситуации насилия в семье ситуации изнасилования речь идет о том что один человек проявляет власть и контроль по отношению к другому человеку